Ассаляму алейкум, рахматуллах и баракату. Дорогие братья, Алхамду лилля, Аллах, Субханаху и Тааля, облагодетельствовал нас, что мы в этот священный месяц смогли приехать в священный город Мекку, в благодатную Мекку, смогли с вами провести здесь еще один Рамадан. Прошу Аллах, Субханаху и Тааля, чтобы Он принял все наши поклонения, все наши мольбы, и чтобы Аллах, Субханаху и Тааля, вернул нам этот месяц еще многие годы. Плюс к этому, Аллах Всевышний облагодетельствовал нас сегодня, что по просьбе многих наших братьев встретиться с нашим уважаемым, любимым шейхом, шейхом Халид Аль-Фулейч, Аллах, Ахфаду. Благодарим шейха за то, что он отозвался, согласился прийти с нами, увидеться, поздороваться, познакомиться, сделать нам небольшое наставление. Шейхана, баракаллафикум, ха уля и шабаб, это наши братья, которые приехали сюда в Мекку и провели эти 10 дней в эти кафе здесь, в Аль-Хараме. Они очень сильно хотели познакомиться с вами, поприветствовать вас. Они всегда смотрят и слушают ваши лекции, передачи с вопросами и ответами, и очень сильно вас любят. Да полюбит вас Аллах, ради которого они полюбили меня. Аминь. Да воздаст вам Аллах благом. Мы знаем, что вы заняты, шейх. У вас мало времени, но не могли бы вы сделать нам наставление. Сейчас ребята, Маша Аллах, закончили Рамадан. Они прекрасно трудились, то есть в поклонении, в дуа, в чтении Корана. И теперь, после Рамадана, как нам следует вести себя, шейх? Я прошу Аллаха, аз-за-ваджалля, сделать нас из числа тех, чьи деяния приняты и которые преуспели, добившись его довольства. Из тех, кто застал ночь предопределения, и им были прощены их грехи, и для которых стал обязательным рай из-за выстаивания этой ночи. Я прошу этого Аллаха для всех нас. Наши поклонения, наши обряды богослужения, наше стояние перед Аллахом, аз-за-ваджалля, наши молитвы, наши посты, наш иртикав и множество других благих дел, это чистая милость Аллаха. Это Аллах оказал нам милость сделать это. Кто посмотрит на положение людей, знакомых или незнакомых, тот увидит, что многим людям не было оказано содействия Аллаха в этих благих делах. Но тебя Аллах, аз-за-ваджалля, выбрал, чтобы ты был из числа его праведных рабов. И это одна из величайших милостей, одной из величайших благодатей, то, что ты один из праведных рабов Аллаха. Как сказал Всевышний, те, кто повинуется Аллаху и посланнику, будут вместе с теми, кого благодетельствовал Аллах вместе с пророками, правдивейшими, шахидами и праведниками. Какие они прекрасные спутники. Это те, кого Аллах облагодетельствовал. И мы в каждой молитве говорим, в каждой молитве, веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал. Кто эти облагодетельствованные? Это те, кто подчинился Аллаху и его посланнику. И Аллах облагодетельствовал их тем, что сделал их одними из этих четырех категорий. Поэтому хвала Аллаху за то, что он облегчил нам поклонение и оказал нам содействие в его совершении. Расскажу вам историю Бишра Аль-Хафи, да смилуются над ним Аллах. Он был современником имама Ахмада и одним больше всех поклоняющихся людей своего времени. Однажды он остановился у порога своего дома и долго там стоял. Остановился перед дверью и долго так стоял. Его сестра увидела то, что он делает, и окликнула его. О, Бишер! Тот пробудился. Она спросила, что с тобой? Тот сказал, я вспомнил Бишра Иудея, я вспомнил Бишра Христианина, я вспомнил Бишра Зараастрийца и вспомнил Бишра Мусульманина. Кто лишил их прямого пути, сделал из числа тех, на кого пал гнев или заблудших, и кто наставил меня? Это Аллах Свят Он и Возвышен. Поэтому, если ты из числа тех, кому Аллах оказал содействие в совершении этих праведных дел, то суть этого плода и суть принятия деяний заключается в том, чтобы ты и дальше поступал праведно. Поистине признаком принятия деяний, если мы хотим знать, приняты ли наши деяния, то нам следует посмотреть на то, что мы делаем дальше, после этих деяний. Урва Ибн Аззубейр, да будет доволен им Аллах, сказал, благое дело зовет другое благое дело, говоря «Моя сестра, моя сестра». И грех тоже зовет другой грех, говоря «Моя сестра, моя сестра». Одним из признаков принятия благого дела, как говорит Урва, является то, что человек и дальше совершает благие дела. Поэтому, если ты хорошо потрудился в Рамадане, если тебе удалось соблюдать посты и выстаивать ночи, удалось прочитать Коран, закончить чтение книги нашего Господа, Свят Он и Возвышен, то признаком принятия этих дел является то, что ты и дальше продолжаешь совершать эти праведные дела. В Сахихи Аль-Бухари пришло, что больше всего Аллах любит те деяния, которые человек совершает постоянно, даже если это что-то небольшое. Также было сказано, небольшое, но совершаемое постоянно лучше, чем большое, которое затем прерывается. Поэтому, когда Амир-уль-му'минин, Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им, Аллах спросил о смысле слов Аллаха, «Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, в котором текут реки?» Когда он спросил о смысле этого примера у своих сподвижников, все они промолчали, сказав, «Аллах знает об этом лучше». Тогда ибн Аббазда будет доволен им, Аллах сказал, «Я знаю, о чем здесь идет речь, о Амир-уль-му'минин». Подумай над этим примером. Это пример, в котором мы нуждаемся прямо сейчас. Он сказал, «О Амир-уль-му'минин, здесь речь идет о человеке, который совершил праведные деяния, но вслед за ними совершил дурные дела. И его положение было таковым, что те благие деяния, которые он совершал, но затем оставил и вернулся к своим дурным делам, он подобен тому человеку, у которого был сад с финиковыми пальмами и виноградниками, в котором текут реки и растут всякие плоды. Но затем этот сад был поражен огненным вихрем и сгорел, когда его постигла старость, а его дети были еще слабы. Это пример того, кто вслед за благими делами стал совершать дурные и аннулировал их. Мы просим Аллаха защитить нас от этого. Поэтому наш завет в том, чтобы точно так же, как мы оберегали наш слух, наше зрение, наши органы в Рамадане, оберегать их и во все остальное время. Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, сказал по этому поводу, «Плох тот раб, который вспоминает о своем Господе только в Рамадане». Также было сказано, «Кто поклонялся Рамадану, поистине, Рамадан закончился, а Господь Рамадана – это живой, который никогда не умирает, свят он и возвышен. Поэтому мы скажем всем нашим братьям, так же, как ты постился в Рамадане, не забывай о посте и после Рамадана. Заведи себе обычай поститься в течение каждого месяца, хотя бы три дня в течение каждого месяца». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, завещал Абу Гурейре и Абу Дзарру поститься в каждый месяц по три дня. Три дня поста подобны полному месяцу поста. Это что касается поста. Если говорить про выстаивание ночных молитв, то пусть твое ночное стояние и совершение уитра в Рамадане не будет последним. Напротив, старайся соблюдать это и в остальное время года. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обычно совершал одиннадцать ракатов ночных молитв. Он делал так и в Рамадане, и в остальное время. Он стоял в молитве так долго, что кожа на его ногах начинала трескаться. Поэтому сделай себе долю в выстаивании ночных молитв. Молись либо одиннадцать ракатов, и это его полноценная форма, либо молись наименьшая из полноценного, то есть три ракаата. Лишенным и еще раз лишенным блага является тот, кто не совершает ночью ничего из добровольных молитв. Это человек, которому шайтан помочился в уши. Молись хотя бы наименьшее количество, то есть три ракаата уитра. Если же ты желаешь достичь полноценности и наибольшего достоинства, то молись одиннадцать ракаатов. Также и чтение Корана. И это на самом деле очень печально. Некоторые люди читают Коран только в Рамадане, а когда Рамадан заканчивается, они закрывают свои мусхофы, убирают свои молитвенные коврики и не вспоминают о них до следующего Рамадана. Такой является лишенным, он является мискином. Заведи себе уирд, определенный объем в чтении Корана. По меньшей мере, прочитывай весь Коран раз в месяц, если ты сможешь. Прочитывай весь Коран каждый месяц, если сможешь. Заведи себе обычаи в заучивании Корана. Заучивай Коран. Заучивай аяты и суры каждый день, пока ты не заучишь весь Коран. Когда ты читаешь Коран, то общаешься со своим Господом, говоришь с Аллахом Азза-Ваджалля. Не поклонялись люди посредством чего-либо лучшего, чем чтение Корана. Не приближались люди к Аллаху ничем, что было бы лучше того, что пришло от Него самого. Это Коран. Это речь Аллаха, Свят Он и Возвышен. И поэтому, когда ты его читаешь, ты как будто говоришь с Аллахом, а Он говорит с тобой, Свят Он и Возвышен. Кто желает благодати для себя, для своей семьи, для своего дома, для своего имущества, пусть прильнет книги Аллаха Азза-Ваджалля. Поскольку люди Корана получают такую благодать, о которой знает только Аллах. Люди Корана получают такую благодать, о которой знает только Аллах. А истории на эту тему множество. Некоторые люди, когда начали постоянствовать в чтении Корана, перед этим у них были проблемы, но они облегчились. У них были печали и тревоги, но они ушли. У них были беды, но они устранились. Мы должны устремиться к Корану с искренностью. Таков наш завет, продолжать совершать праведные дела и после Рамадана постоянствовать в добрых делах. И как мы все знаем, и вы вкусили эту сладость и это счастье, сейчас вы после того, как постились, читали Коран, совершили иртикав и поминали Аллаха Азза-Ваджалля, как вы себя чувствуете? Вы чувствуете умиротворение, спокойствие, радость, легкость. А подумайте, если вы будете жить с Аллахом постоянно, какой будет ваша жизнь? В хадисе Ханзали, приводимого у муслима говорится, что Ханзаля сказал, «О посланник Аллаха, когда мы приходим к тебе и ты напоминаешь нам о рае и аде, то мы будто видим и то, и другое воочию. Когда же мы покидаем тебя и начинаем заниматься своими женами, детьми и добыванием пропитания, то многое забываем». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь тем, в чьей длане душа моя, если бы постоянно находились вы в том состоянии, в котором находитесь у меня и всегда поминали Аллаха, то ангелы пожимали бы вам руки, где бы вы ни были. Однако, о Ханзаля, всему свое время». Таково наше наставление для вас о том, что касается жизни после Рамадана, чтобы мы продолжили жить с Кораном, продолжили жить с Аллахом, Свят Он и Возвышен, продолжили приближаться к Аллаху, насколько нам хватит сил. Нет блага в нашей жизни без подчинения Аллаху. Все мы рано или поздно умрем. Все мы ведь умрем. И никто не ляжет вместе с тобой в твою могилу. Там будут только эти твои благие деяния. Твое имущество будет разделено, в твоих домах будут жить другие, а твои жены выйдут замуж за других. А с тобой останется только то, что ты сделал для себя при жизни ради Аллаха, азза ва чалля. Поэтому возведи для себя дом, замок в раю. Нету человека дома после смерти, в котором он сможет жить, кроме того, что построил себе до своей смерти. Кто в этом мире совершал благие деяния, будет жить в раю в замках. Я прошу Аллаха, азза ва чалля, принять наши дела и даровать нам прямоту. И точно так же, как он оказал нам тауфик в эти благословенные дни, сделать всю нашу жизнь подчинением ему свят он и возвышен. И сделать нас из числа тех, кто переходит с одного обряда поклонения к другому, с одного акта подчинения Аллаху к другому, не спослать на нас умиротворение и спокойствие. Поистине, он способен на это. Я прошу Аллаха точно так же, как он собрал нас здесь, собрать нас вместе в раю на ложах, где мы будем лицезреть Аллаха. Лицезреть милости, которые Аллах приготовил для праведников. Я прошу Аллаха об этом. А Аллаху обо всем известно лучше. Да воздаст вам Аллах благом, шейх, да благословит вас Аллах. Мы просим Аллаха сделать все, что вы сказали на весах ваших благих дел, шейх. Все эти братья с одного региона, но из разных республик. Мы бы хотели услышать от вас пару слов про то, как мы должны относиться друг к другу. То есть у каждого из них есть своя работа, своя семья, свои заботы, но, альхамдулиллах, Аллах собрал их всех в своем заповедном доме. Теперь мы вернемся к себе домой, продолжим нашу обычную жизнь, будем иногда встречаться. Не могли бы вы сказать пару слов о взаимоотношениях между братьями. Аллах, аззаваджалля, описал своих рабов, сказав, поистине верующие братья. Наш пророк, салаллаху алейхи васалям, уподобил верующих в их любви друг к другу, в милосердии друг к другу, в мягкости друг к другу, одному телу. Любовь из-за религии и связь по причине религии сильнее, чем родственная связь. Поэтому Мусаб ибн Умейрда будет доволен им Аллах, выдающийся сподвижник. Когда его брата взяли в плен, и он проходил возле своего брата, который был связан, проходя возле него, он сказал тому, кто связал его, свяжи его покрепче. Поистине его мать богатая женщина. Свяжи его покрепче. И тот его брат по крови воскликнул, Мусаб, это же я, твой брат. Мусаб ответил, вот мой брат, а не ты. И именно эта любовь объединила нас, хотя мы из разных земель, из разных стран. Это то, о чем Аллах сказал. Для тех, кто любил друг друга ради меня, моя любовь стала обязательной. Также в числе тех, кого Аллах укроет своей тенью, будут те, кто любил друг друга ради Аллаха. Аллах укроет их под своей тенью, свят он и возвышен. Поэтому, братья, я завещаю вам быть благодушными с верующими. Как описал Аллах верующих, они будут благодушны к верующим. Чтобы ты был благодушным по отношению к твоему брату-мусульманину, взаимодействовал со своими братьями с дружелюбием, уважением, особенно если в нем объединились право ислама, право родства и право соседства. Если в мусульмане не объединяются эти три вещи, его право увеличивается. Бывает мусульманин родственник, бывает мусульманин сосед, чем больше у него права, тем лучше к нему нужно относиться. Также для нас в посланнике Аллаха саллаллаху алейхи вассалям прекрасный пример. Аллах говорит Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, будь ты грубым и жестокосердным, они покинули бы тебя. Следовательно, мы должны быть мягкими, относиться к нашим братьям с дружелюбием и добротой и надеяться на награду от Аллаха в этом. Мы являемся призывающими к Аллаху аззаваджалля. Мы призывающие. И к этому призыву относятся отношения к творениям Аллаха наилучшим образом. Более того, есть множество стран, в которых ислам распространился по причине благих нравов и благого отношения мусульман к их жителям. Да сохранит вас Аллах. Да сохранит вас Аллах и укрепит. Таково мое наставление. Я прошу Аллаха аззаваджалля принять благие дела от всех нас. Я прошу Аллаха аззаваджалля собрать нас всех в наивысшем Фердаусе. Субтитры создавал DimaTorzok